Всем доброе утро! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Сегодня у нас четверг, 96-й лоскутный эфир. И мы с вами продолжаем шить детское лоскутное одеяло или лоскутное одеяло для подростка Дикая Африка. Что мы сделали в прошлом занятии? Мы с вами сшили лоскутные блоки в стиле Кризи. И я очень надеюсь, что вы нашили себе уже 20 таких красивых блоков. Ну и вот сейчас настало время поработать с композицией. То есть все эти блоки скомпоновать. Вы скажете, Лада, ну что тут особенного? Ну вот сложил в рябе блоки и всё. Нет, на самом деле, конечно, у каждой истории должен быть какой-то сюжет. И вот давайте сейчас посмотрим, как этот сюжет сделать. Сейчас мы с вами занимаемся формированием блоков для центра одеяла. Во-первых, что нам понадобится? Нам понадобится с вами кусок неглаженной, вот такой вот, простой российской бязи. Дешёвый, не такой, прямо вот плохенькой российской бязи. Мы его используем в качестве экрана. Если вы хотите, вот у меня сейчас он сложен в два сложения, можете развернуть его пошире, как бы, чтобы вам было где поработать. Вот этот кусок бязи называется экраном. И вот на этом экране мы с вами постараемся как-то выложить, сделать, выкрыть какой-то сюжет для нашей работы. Ну, вот смотрите. Ну, во-первых, что следует знать? Самые светлые блоки, а такие у меня есть, они посветлее остальных, я стараюсь разместить в центре объема. Вот здесь вот у меня, посмотрите, зебра, слон, да? И поскольку у меня размерность 4 на 5, то вот здесь у меня блоки самые-самые-самые светлые, а чем ближе к краям, тем блоки у меня темнее. Это одна часть истории. Вторая часть истории, что эти блоки должны образовывать некий сюжет. Я вам подскажу. Оптимально, если все участники этого действия будут собирать свои взгляды, движения и направления к центру. Это не всегда получается. Вот эта зебра, например, смотрит туда. Ну, смотрите, вот эта львица, да, она как бы закрывает движения вот сюда на центр. А по центру, посмотрите, у меня большие нейтральные слоны, которые все на себя натягивают. Естественно, что у вас будут какие-то другие истории, возможно, там, цветочные истории, там, какие-то детские истории, да, любые, в принципе, истории. Но старайтесь соблюдать вот этот принцип, чтобы движение всегда было к центру, и центр одеяла был максимально светлым. Это, собственно, все, что я хотела сегодня сказать. Но этот урок короткий, он важный, потому что вопрос компоновки – это вопрос дальнейшей интересной жизни вашего одеяла. Мне хочется, чтобы ваше одеяло было интересным, понимаете? И для этого вот не надо быстро-быстро скомпоновали, сшили как бы и все. С компоновкой надо подумать. Может быть, вам придется дошить какой-то еще блок, которого не хватает по сюжету. Может быть, вам придется убрать какой-то блок, которого не хватает по сюжету. Но если вам нужно убрать какой-то блок, ну, допустим, мне не нравится, ну, к примеру, допустим, вот эта зебра, да, я могу убрать этот блок и шить другой. А вот этот блок я пущу в подушечку, потому что к одеялку можно шить, ну, как минимум, одно, две, три, десять подушечек. Поэтому на данном этапе поиграйте, разложите, сфотографируйте, подумайте, соберите ещё раз, подумайте. И вот тогда ваша одеялка будет супер удачной. Это был коротенький, пятиминутный, лоскутный эфир номер 96. Кто не успел дошить, дошивайте ваши крейзи-блоки. Кто успел дошить, собирайте ваши крейзи-блоки, используйте для этого экран из бязи, скомпонуйте один раз, сфотографируйте, скомпонуйте ещё 2, 3, 4, 10 раз, сфотографируйте, спросите родных и близких, спросите себя. И только после этого мы будем с вами приступать к сшиванию блоков. Чтобы вас не мучить, сразу скажу вам, я буду соединять блоки с проставками. Проставки у меня будут вот такими светлыми. И между проставками у меня будут вот такие вот цветные африканские квадраты. Ну, я думаю, что сначала вам нужно скомпоновать, а потом уже приступать к проставкам и блокам. На сегодня это всё. С вами была Лада Христенко, мастер раскопных одеял. Всем удачного дня, шейте блоки, компонуйте. Пока.